Уважаемые коллеги, рады приветствовать вас в Кишиневе. Мы являемся хозяевами 14-й сейсмологической школы. Для нас это честь принимать такой высокий международный форум. Приветствуем вас и желаем, чтобы вы себя здесь чувствовали очень хорошо и работы форума пошли на пользу всем. Передаю слово президенту Академии наук Иоанн Тигинян. Доброе утро. От имени президента Академии наук Республики Молдова хочу приветствовать участников Международной школы по сейсмологии и пожелать успех. Конечно, хочу сказать добро пожаловать Гославу. Я бы хотел бы приветствовать участников этого важного события. Я желаю вам много успеха и я надеюсь, что эта конференция, эта школа, будет поддерживать в этом направлении. Я сегодня по дороге к Академию послушал по радио передачи информации о том, что в последнее время в Тишиневе, в этом регионе, было несколько землетрясений. Ну, вот они относительно небольшие. Но все это говорит о том, что мы находимся в зоне, где сейсмичность дает о себе знать постоянно. Это означает, что нам действительно надо исследовать те процессы, которые происходят в зерной корне. И понимание процессов даст нам возможности лучше, может быть, подготовиться к всяким землетрясениям. И пока, вот сам директор, господин доктор Виквара, говорит, что пока нельзя прогнозировать. Конечно, нельзя прогнозировать, но тем не менее, он сам сказал, что примерно один раз в 36 лет происходят довольно сильные землетрясения. А если взять 1986 год, то, мне кажется, мы приближаемся уже к той грани, где можно ожидать и сильные землетрясения. Вот школа, особенность этой школы, международная школа по сейсмологии, то, что это традиционная школа. Я посмотрел информацию, то есть это уже 14-я школа. У школы свои традиции. Школа была организована в самых различных регионах. И в Белоруссии, и в Армении, и в Таджикистане, и в Узбекистане. Ну, в различных регионах Российской Федерации. И вот в школе участвуют представители стран Запада. И сегодня имеются гости из Западной Европы, из Соединенных Штатов. То есть школа по-настоящему международная. Это означает, что все дискуссии будут вестись на международном уровне. Это и обвел информации, это и начало новых исследований совместных. И я хотел бы подчеркнуть, что Республика Молдова открыта для сотрудничества. Мы участвуем в различных международных программах, в различных программах Европы, в том числе и в «Горисонте-2020». И готовимся участвовать в следующей европейской программе. Мы сейчас готовим новое соглашение о сотрудничестве с Академией наук Российской Федерации. Обменялись письмами с президентом Академии наук, академиком Сергеевым. То есть мы готовим новое соглашение. Мы надеемся, что это соглашение покроет все жизненно важные области, проблемы, в том числе и сейсмология. Потому что для Республики Молдова это важно. И у нас есть институт сейсмологии и геологии, который, отвечая за эту проблему, институт работает и, как говорится, является зонтиком для нас, что касается процессов, связанных с сейсмологией. В институте есть центр, который интегрирован в региональные структуры. И, вы знаете, я, будучи в этом центре, убедился в том, что со временем наша земля становится меньше и меньше. То есть когда-то казалось, что земля очень большая, а на самом-то деле, если разобраться, то она становится меньше и меньше. Почему? Потому что скорости растут, частоты растут. И ясно, что и земля становится маленькой. То есть мы об этом говорили космонавты после первых полетов, что земля вообще прекрасная, маленькая, голубая. Нам надо делать все возможное, чтобы изучать землю, изучать процессы, которые происходят внутри земли. Для того, чтобы сохранить маленькую планету для будущих поколений. Потому что те процессы иногда, которые происходят, это тоже связано с деятельностью человека частично. И в заключение хочу пожелать успехов в работе школы и гостям пожелать найти время для того, чтобы познакомиться с городом Кишинева, ознакомиться с достопримечательностями Республики Молдова. Отличное время, сентябрь, в Молдавии, погода, как вы видите, просто великолепная. Так что, welcome, I wish you success and find us a time for sightseeing. Enjoy Moldova. Thank you. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я вас приветствую от имени главы нашего государства, президента Республики Молдова Игоря Николаевича Дадона. Хочу вам пожелать приятного времени проведения, скажем так, этой конференции в нашей стране, в Республике Молдова. Так как проблемы сейсмологии для нашей страны довольно актуальны. И как говорил господин президент Академии наук, иногда эти проблемы становятся для нас жизненными, скажем так, важными. У нас были землетрясения сильнейшие в 40-м году, в 77-м году. И как нас пугает ежедневно, через 40 лет, начиная с 77-го, мы должны ждать нового землетрясения. И когда мы встаем утром, то смотрим информационную сводку. И вот за последние дни нам тоже говорят, что вот было землетрясение 4-5 в Ранче. Затем было 4-1. Ну, кто-то говорит, что пускай будет поменьше, но чтобы не было большого землетрясения. Но несмотря на то, что все-таки определенные сейсмические процессы в Республике Молдова за последнее время происходит во всех областях. В том числе в политике. И как в сейсмологии, вообще в политике тоже определенные сейсмические процессы нельзя предугадать. Поэтому у нас произошли определенные изменения. И после этих изменений, которые произошли летом, я думаю, что в последующем у нас будут очень хорошие отношения, в том числе и в научной сфере, взаимоотношения с Российской Федерацией. Потому что это наши друзья, и нам необходимо сотрудничество. Будет соглашение, и я уверен, что и в сейсмологии у нас будет обмен информациями. Так как, я повторюсь, для Молдовы это довольно актуально. Если вы проведете экскурсию по городу, то вы увидите, сколько за последние годы было построено в Кишиневе. И, как говорят специалисты, это не совсем хорошо. Поэтому нам понадобится мнение научной среды, нам понадобится ваше мнение, ваши разработки, ваши идеи, для того, чтобы были разработаны конкретные, эффективные политики во всех областях, в том числе и в городостроении в нашей стране. Я еще раз хочу вас поприветствовать в нашей стране, в Молдове. Я хочу пожелать вам успехов, и мы ждем вас в нашей стране в любое удобное для вас время, с тем, чтобы провести научные обмены и отдохнуть. Потому что у нас очень красивая страна. Успехов вам и новых достижений науки. Спасибо большое. Спасибо, господин Попович. И для приветственного слова предоставляем господину Алексею Александровичу Малоричко. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я хочу вас всех поздравить с началом работы нашей очередной фейсмологической школы, 14-й. Очень приятно, что наши молдавские коллеги создали исключительные условия для успешной работы. Таких условий мы, так сказать, практически не имели. Тут все продумано, так сказать, вот до того, что экраны тут со всех сторон. Это здорово. Ну и, конечно, вот мы еще меньше суток находимся. Исключительное гостеприимство мы уже почувствовали, как со стороны, так сказать, вот наших коллег, так и в целом, так сказать, вот в Кишиневе это бросилось в глаза. И это очень приятно. И наши коллеги из Молдавии выразили надежду о том, что эта школа получит, даст толчок развитию таких совместных исследований, совместных проектов. Ну и я... Совершенно правильно. И у меня даже твердая уверенность есть. Тем более, сейчас раз на уровне Академии наук уже создан такой зонтик, то я не сомневаюсь в том, что наши такие встречи будут регулярными. Мы и здесь, и в России, может быть, там, в Умнии, так сказать, поскольку землетрясения не знают границы, надо, значит, сообща изучать эти процессы. И он, Михайлович, совершенно правильно заметил, что наша школа имеет традиции. Значит, традиции в каком плане? Во-первых, вот в зале примерно 60-70% это люди, которые уже не раз участвовали в школах. Есть люди, которые буквально во всех школах принимали участие, есть, значит, поменьше. Вот у нас, значит, такое небольшое слайд-шоу есть, где показаны, так сказать, участники. То есть это всегда порядка 100-130 человек из разных регионов России, из-за рубежа. Всего в работе школы приняли участие более 1200 человек. Это как российские специалисты, так и зарубежные. То есть все сейсмологи, так сказать, кто принимали участие. И вот поскольку в зале есть новые для нас лица, у нас такая традиция существует. Мы, значит, по залу такую эстафету пускаем. И те люди, которые первый раз на школе присутствуют, вот они что-то встали и представили, что я, значит, вот научный сотрудник института такого-то. Поэтому давайте вот эту традицию мы, значит, запустим, Сергей. Значит, поднимите руки, кто, значит, вот. Потому что будет, я думаю, полезно. Добрый день. Бугаев Александр Степанович, академик Российской академии науки, Институт радиотехники, электроники, Академии науки, Московский физико-технический институт. И мы вместе с Агафоновым Вадимом Михайловичем. Агафонов Вадим Михайлович, Московский физико-технический институт и компания ВОО «Яксенс». Спасибо за приглашение. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Макаров Евгений Олегович Камчатский, хриология физической службы. Очень приятно. Купелева Ивена, байбальский хриология физической службы. Менщиковая Виктория, научно-технический центр «Яксенс» радиационной безопасности. Спасибо. Генцарь Виктория Николаевна, старший научный сотрудник института геофизики и геологии нашей Академии, лаборатория сейсмологии. Никулин Валерий, представитель Латвийского центра геологии, метеорологии и окружающей среды. Я, правда, второй раз принимаю участие. Был на первой школе семинария, и вот на четырнадцатой. Очень приятно мне быть с вами, с коллегами. Соколова Надежда Петровна, институт сейсмологии Республики Кыргызстан. Добрый день всем. Я представлю сразу трех офицеров Генерального инспектората по червячайным ситуациям. Василий Кашпар, Людмила Давид и я, Виталий Мутаф. Мы представляем подразделения, которые непосредственно занимаются ликвидацией последствий червячайных ситуаций, в том числе сейсмологического характера. Кроме того, участвуем во всех мероприятиях под эгидой Академии наук в целом и в частности Института геологии и сейсмологии связанной с подготовкой населения, с защитой населения. И большое спасибо нашим друзьям и коллегам за то, что пригласили. Школа Аж-14, но для нас она первая. Надеемся, что до пенсии успеем до 20-й дойти как минимум. Спасибо большое. Добрый день. Владлен Кардонец, Институт геологии и сейсмологии города Кишинева, Республика Молдова. Очень рада принять участие. Спасибо. Кучкаров Пахраман Сраильевич, начальник Республиканского центра сейсмопринксного мониторинга, МЧС Республика Узбекистан. Спасибо за приглашение. Добрый день всем. Сейсмостан с Ташкент, Ильяс Арипов. Добрый день. Тарас Станислав Андреевич, Институт динамики геосферы, лаборатория сейсмологических методов исследования эльтосферы. Спасибо, что пригласили. И спасибо за организацию такого мероприятия. Всем добрый день. Меня зовут Юнусова Эйва. Я представляю компанией ООО ДСИС. Мы поставим оборудование ГУРАЛП из Англии для сейсмологического и сейсмического мониторинга в России. Нина, волонтир, за в кафедрой общей географии Тиранского государственного университета с седой в Лаке Шинэу. Феликитари за этот форум интернационал дэвалуария сенсибилэ. Сукуссиэ. Стропша Владислав, Агентство по идеологии и минеральных ресурсов. Молдова. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу отметить, что есть представители Академии Новокреспублики Молдова, которые учились в Москве, окончили московский год. А это значит, что с некоторыми из нас у нас просто общие профессора, преподаватели. Так что это, как говорится, хороший фундамент для успешного сотрудничества. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Изучается обеспечение Бугарна. необходимо остановиться доиграв decl hopping. АПЛОДИСМЕНТЫ САИКОЛИ Д仮ju АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Значит, традиция школы еще такой очень плотный график работы, то есть мы работаем с раннего утра, предположим, где-то до 6 часов, потом немножко отдыхаем и продолжаем нашу работу. Значит, вот сегодня у нас планируется по традиции вечер такой, ну, айсбрейкин или как его там называют? Товарищеское мероприятие. Да, товарищеский ужин. Значит, после обеда мои коллеги дадут информацию, где и чего. Значит, завтра у нас вечером будет другое традиционное мероприятие, это геовикторина. Вот мы тоже проводим уже... То есть приглашаем... Обычно у нас порядка 7-8 команд участвуют, в каждой команде 4 человека. Половина вопросов будет на русском, половина на английском. Поэтому важно в каждой команде иметь хотя бы там одного англичанина. Поэтому приглашаются, значит, вот все поучаствовать, уже давайте формируйте команды и в секретариат заявляйтесь. И, наконец, в среду, опять же, традиционный у нас футбольный турнир. Значит, в прошлом году как раз наши коллеги из Молдавии, они были... Из Молдавии, сборная СНГ. Нет, но они были в составе сборной команды и одержали уверенную победу. Вот. Поэтому, ну, сейчас россияне попробуют, наверное, взять реванш. Если... Ну, ладно, давайте, мы этих деталей не будем... Победила дружба. Значит, так что, коллеги, у нас впереди 4 напряженных дня работы. Поэтому в пятницу будет техническая курс. Значит, я уверен, что вот наше такое общение с утра до позднего вечера и даже до позднего. Но послужит тому, что наши контакты, наши и научные, и чистое. Друзья, они получают... Еще раз... Успешной, плодотворной работы. Да. Ну, уважаемые коллеги, давайте будем считать нашу конференцию открытой, успешно открытой. Достаточное количество слушателей. И давайте мы уже перейдем к нашей научной программе. И первый доклад будет делать Алексей Александрович Маловичко, научный руководитель Единой геофизической службы. Доклад называется «Состояние системы сейсмологических наблюдений в России и перспективы ее развития». Пожалуйста, Алексей Александрович, вам слово. Традиционный доклад, который делается прежде всего для наших партнеров в том регионе, где мы организуем конференцию, чтобы они получили представление о том, что такое геофизическая служба, чем она занимается, какие у нее возможности, какие проблемы. Значит, вот такой доклад. Значит, как правило, несколько минут я отвожу на анализ сейсмической обстановки в мире, и что в этом году было, значит, с сейсмологической точки зрения важного, интересного. Значит, вот в апреле, 22 апреля 2019 года произошло землетрясение на одном из островов Филиппинах. Вот магнитуда вроде и не самая большая, всего лишь МВИ 6,1, но землетрясение привело к гибели 16 человек. Были и пострадавшие, очень большие разрушения вот на этих сейсмологических наблюдений. То есть, ну, это 16 человек, это, конечно, не много, но и не мало. Значит, через две с половиной недели было очень сильное землетрясение, значит, с магнитудой 7,4. Вот, на одном из островов, вблизи одного из островов Папуановой обвинения, была объявлена тревога цунами, но потом она была отменена. Никаких негативных последствий землетрясения не создало. Значит, в конце мая произошло землетрясение в Перу на севере, глубокий очаг, магнитуда, видите, моментная, восьмерка, это очень серьезное землетрясение. Но, поскольку очаг был глубоко, на людьми 100 километров, то погибло только 2 человека, 15 пострадали. Ну и были какие-то, значит, повреждения, разрешения зданий. Значит, ну и вот в июле было землетрясение в Соединенных Штатах, Центральной Калифорнии. Значит, поскольку американские власти большое влияние уделяют сельсмому укреплению, то вот все их сооружения успешно выдержали толщики, связанные с этим землетрясением, хотя очаг был и не глубокий 8 километров. Ну вот были трещины на дорогах, какие-то повреждения домов, газопроводов, водопроводов, но, по крайней мере, информация о пострадавших или погибших не сообщается. Вот, если к России обратиться, то самые сильные сейсмические воздействия у нас были, как частенько бывает, это на Дальнем Востоке, вот около юга Камчатки, произошло землетрясение с магнитудой 6,3. Ну, значит, его проявления только проявились в виде сотрясений 4 балла северокуринских. В июне произошло еще два землетрясения тоже на Камчатке уже в северной части 25 и 26 числа. Магнитуды были 6,2 и 6,4. Ну, тоже землетрясение проявилось только, значит, колебаниями в 5 баллов, и никаких повреждений, и, значит, тем более разрушений не было. То есть, вот, сейсмическая погода на территории России, она благоприятствовала для того, чтобы нам спокойно заниматься различными делами исследовательскими и вести мониторинг в стандартном режиме. Значит, что такое геофизическая служба сегодня? Это вот 12 филиалов, вот тут они, значит, указаны в нижней части. Значит, три года назад в состав геофизической службы вошли 6 сибирских филиалов. Филиалов, вот это правая колонка, Алтай-Саянский, Байкальский, Бурятский. Сейчас мы единая организация, работаем по единым стандартам. И все проблемы у нас, если проблемы финансированы, то они у нас единые. Ну, если какие-то деньги появляются, то они, значит, доходят за всех наших подразделений. Значит, вот наша сеть сейсмическая. 334 сейсмические станции. Это может быть и не так и много там по европейским меркам, но у нас большие территории, есть сложности с размещением сейсмостанций. Но что касается наших основных сейсмоопасных регионов, Дальний Восток, Юг Сибири и Кавказ, то там плотность наблюдений у нас достаточно серьезная и позволяет внести неплохие мониторинговые наблюдения. Значит, вот динамика развития. Значит, вот в начале 90-х был у нас крайне тяжелый период, когда случился распад Советского Союза. И вот несколько лет количество станций, которые были у нас на территории России, оно сократилось почти на четвертую часть. Потом удалось стабилизировать ситуацию и потом уже с начала 2000 года пошел рост количества станций. Ну и самое главное, вот видите, тут красная кривая всего станций. И вот цифровые станции. Значит, начинали мы буквально там с 10-20 цифровых станций. Значит, потом стали аналоговые станции заменять цифровыми. И вот в 2015 году вся наша сеть стала цифровая. У нас осталось еще несколько аналоговых станций. Но это они параллельно работают для того, чтобы потом какие-то можно было сделать корреляции. Значит, служба наша ведет мониторинг на трех уровнях. Глобальном, федеральном и региональном. Значит, скажу, что на земном шаре только 4 таких центра, которые ведут глобальный мониторинг. Это вот наш Огненский центр и Центр Вене, организация CTBTO, которая занимается контролем, мониторингом ядерных испытаний. Европейский сейсмологический центр и американский центр землетрясения. Вот 4 организации, которые, значит, оперативно выполняют глобальный мониторинг. Значит, чтобы вести глобальный мониторинг, нам надо не только свои станции задействовать, а и станции, которые расположены за пределами нашей территории. Вот, благодаря научно-техническим контактам с различными зарубежными организациями, мы имеем в режиме реального времени данные вот с 66 зарубежных станций. Ну, достаточно, так сказать, их выбрали те станции, которые обеспечивают равномерное покрытие земного шара. И центр в Огненске вот в течение 50 минут обрабатывает эти данные и, соответственно, подозревает, в случае необходимости, результаты по оценке параметров землетрясения. Наиболее масштабные контакты по обмену данными вот у нас с двумя сейсмологическими центрами. Это центр американской корпорации «Айрис», который расположен в Сан-Диего. И вот центр данных «Вене», который функционирует в рамках организации СИПДПО. Ну, также мы имеем данные из многих зарубежных стран, из Кореи, Японии, других наших соседей. Это все позволяет нам глобальный мониторинг вести с магнитудного уровня 4,5. Вот, например, как выглядят данные за 2017 год. Это те данные, которые в оперативном режиме Огненский центр выдал. Значит, если данные за 5 лет собрать, то это вот больше там 20 тысяч событий. И вот они таким образом, значит, покрывают весь земной шар. То есть все сейсмоактивные зоны, вся глобальная антиктомика, они тут хорошо просматриваются. У нас здесь сфера. Значит, что касается мониторинга России, то он у нас различного класса в сейсмоопасных регионах. Там плотность сети наблюдения гуще, и, соответственно, мы можем с более низкого магнитудного уровня иметь представительную регистрацию. Если вот в целом по России, так сказать, мы оцениваем порог, ну, начиная с магнитуды 4, вот у нас изгиб графику повторяемый, то, например, на Северном Кавказе, вот тут мы имеем вплоть до единички, до полутора, значит, представительную регистрацию. Геофизическая служба также имеет несколько специфических задач. Это вот мониторинг цунами генных землетрясений на Тихом океане. Три наших дальневосточных сериала обеспечивают его. Камчатский, Сахалинский и Центр по Воложьему Востоку. Камчатский Центр также проводит большую работу по мониторингу вулканов. Вулканов достаточно много на Дальнем Востоке, которые даже живут. Мы накоплены уже положительные опыты по прогнозированию извержений. И это заслуживает специального момента. Ну и, наконец, мы участвуем вместе с Министерством обороны в мониторинге ядерных взрывов. Значит, что такое Обнинск? Обнинск – это вот Подмосковье. Значит, вот это 101-й километр от Москвы. Но уже не Московская область, а это Калужская область. Значит, это Обнинск – это первый в России наукоград, который появился в 1999 году. Ну, а вообще Обнинск – это… Так. Спасибо. 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 Долгое время был известен как город, где ведутся серьезные исследования ядерных процессов. В 1954 году там была запущена первая в мире атомная станция. В 1956 году поселок Обнинское превратился в город Обнинск. И вот в 1967 году там открылась Центральная геофизическая обсерватория Москва Института физики и земли Академии наук, которая со временем превратилась в главный сейсмологический центр России. Вот это Обнинск, 110 тысяч населения. И вот видите, в этой части расположена наша геофизическая служба в лесном массиве. Достаточно изолирована. Вот атомная станция бывшая, с которой все это начиналось. Вот наша служба в более таком. Видите, у нас территория есть приличная. И вот тут угадывается одно сооружение. Это наша шахта подземная на глубине 30 метров. В 1960-е годы было создано сооружение, которое стоит до настоящего времени. В этом подземном сооружении 18 камер. Вот видите, камеры и серые прямоугольники. Это постаменты. И вот в 70-е годы все эти постаменты были заполнены различным геофизическим оборудованием. То есть это было лучшее место для фаспирования. Ну, сейчас новых образцов геофизического оборудования, к сожалению, меньше. И только половина камер занята, значит, используется для каких-то измерений. Вот, например, так выглядит камера, где установлен сейсмометр СТС-1. Это станция Обминс, которая является и станцией, которая входит в международную сеть СТБТО. И также она является станцией международной сейсмической сети корпорации Айрис. Значит, что за последние десяток лет было у нас интересного, важного? Значит, это прежде всего вот создание принципиально новой системы службы предупреждения цунами на Дальнем Востоке. Сейчас мы работаем на, можно сказать, на хорошем мировом уровне. Значит, учитывая громадные размеры территории России и, например, отсутствие интернета в некоторых частях, было принципиально важным создать хорошую связь с самых удаленных и труднодоступных станцией. Это была создана система спутниковой связи. В Петропавловске в дальнейшее свое развитие получил уникальный прогностический полигон. На Кавказе система развития, система сейсмологическая получила свое дальнейшее развитие. В Арктике мы тоже уделяем пристальное внимание. Ну вот если про цунами-систему, то вот уже в начале 2011 года вот такая система была создана. Пять опорных станций, шесть вспомогательных станций, три современных центра. Оборудование сейсмостанций было лучшее на тот период. Это фирма Город, мы поставили и регистраторы, и акселерометры, и сейсмометры. Каждая локальная вспомогательная станция, она представляла собой такой мини-эррей. То есть вот этот мини-эррей уже позволял, значит, по одной станции определять координаты цунами Геннера, землетрясения. А когда таких мини-эррей шесть штук, то возможности мониторинга, они еще более расширяются. В Камчатске вот был построен такой региональный центр давных цунами центра, значит, который выдержит любое землетрясение, которое может произойти на Камчатке. И 9 баллов, и 10, то есть это здание построено с солидным запасом прочности. Вот как это место оператора в Камчатске выглядит таким образом. Ну и вот эта наша работа получила высокую оценку и в правительстве. Вот на юге вот это Дмитрий Анатольевич Виквидев, значит, посетил и был очень доволен тем, что увидел. И вот когда было японское землетрясение Тахоку, то наши дальневосточные филиалы прекрасно сработали. И через год мы в Японии с удовольствием докладывали о тех результатах, которые были получены филиалами. И они превзошли те результаты, которые выдала японская сейсмологическая сеть. Хотя это удивительно, как в таких небольших количествах, но тем не менее это так. На Сахалине тоже аналогичный такой центр был развернут. Значит, вот я уже несколько слов про спутниковый сегмент связи рассказал. То есть были установлены на земле терминалы специальные. И вот 60 таких терминалов в тех местах, где были проблемы со связью, были установлены. И благодаря этому вот эта информация с этих сейсмических пунктов, она стала доступна как в Обнинске, так и в любых региональных филиалах. То есть они получили доступ к работе реальному времени. Значит, в эти же годы получил свое дальнейшее развитие Петропавловский предназначительный центр. Порядка 20 различных геологических, геофизических, гидро-геологических параметров мониторится вот на этой территории. Я думаю, может, наши коллеги из Канчатки наверняка расскажут о последних наиболее интересных результатах, которые будут получены. Каждую неделю, благодаря наличию такой системы, даются прогнозы, анализируются состояния и выдаются прогнозы. Значит, изменения обстановки. Вот этот опыт прогнозирования на Канчатке, он уникальный. Вот изложен в такой фундаментальной монографии прогнозирования предназначения на Канчатке, которая вышла несколько лет назад, и она очень востребована сейсмологами в самых различных регионах. Значит, развитие получила система наблюдений на Кавказе. Вот вы видите, что в начале 90-х годов, после распада Советского Союза, значит, сеть Грузии, сеть Армении, сеть Азербайджана, они, значит, оказались отрезанными от наших, значит, подразделений. У нас было всего 25 сейсмостанций и всего 6 цифровых. Ну вот, начиная с 2000 года, тоже ситуация стала меняться, и в 2015 году уже на Северном Кавказе работало 60 геев современных цифровых сейсмостанций, что позволило взять Кавказский регион уже в мониторинг. Но благодаря обмену данными с нашими за Кавказскими республиками, в целом мы имеем строительную картину и по всем процессам на Кавказе. Вот, например, картину, которая там за 15 лет получена, видно, что восточная часть Северного Кавказа, она более активная, значит, на западе Кавказа меньше активность, но есть вот такие очаги там в районе Анапы, в районе Сочи, вот вблизи тут побережья Абхазии, очаг проснулся 5 лет назад. То есть сейчас уже можно держать руку на курсе этих процессов. Значит, благодаря этому 3 года назад мы начали международный научный проект вместе с большим коллективом исследователей, как из Соединенных Штатов, три университета, и также наши коллеги из Грузии, Армине, Азербайджане. Вот, профессор Кевин Мяки тут присутствует, он сегодня сделает подробный доклад об этом проекте, потому что уже там получаются очень интересные результаты. Значит, вот, видите, благодаря этому проекту было на территории Кавказа установлено дополнительно 120 широкополосных системических станций, причем вот один профиль, который пересекает Кавказ с севера на юг, есть небольшой профиль, значит, в Азербайджане, ну и кроме того, ряд станций, значит, остановлено на территории Кавказа. Значит, те большие объемы данных, которые в геофизической службе фиксируются как в Обнинске, так и в региональных филиалах, они вот создали такую уникальную основу для выполнения самого широкого комплекса исследований. Это и по прогнозированию землетрясений, и по оценке сейсмической опасности, состояние различных геологических или технических объектов. Ну и большинство этих результатов мы стараемся донести до сейсмологической общественности. Ну и вот вы, наверное, знаете сборники землетрясения в Северной Евразии, были в свое время сборники землетрясения в СССР, но в 90-х годах, значит, ситуация немножко поменялась, и стали выпускаться сборники землетрясения в Северной Евразии, стало их выпускать в геофизическую службу, и вот до настоящего времени мы выпускаем, ну, правда, с большой задержкой, эти сборники. Значит, с 2003 года стали выпускаться сборники землетрясения в России, вот где уже более оперативно вся информация по сейсмичности нашей страны выдается. Запасывание сборника – это примерно один год с момента завершения года. Вот, там тоже, значит, имеются хорошие обзорные следы. Значит, ну и вот про сборники нашей школы отдельный разговор тут. Значит, каждый год мы тоже обобщаем эти данные. Значит, в этом году мы изменили формат материала школы в виде у нас тоненькой книжечки абстрактов, но с конца этого года мы планируем начать выпуск российского сейсмологического журнала. Я думаю, уже в сам в январе многие участники уже будут держать первый выпуск этого журнала. Вот у нас, ну, я сказал, выполняется широкий круг научных исследований. Вот две последние докторские диссертации, которые подготовили наши специалисты. Это, значит, вот Салтыков Вадим Александрович, диссертация докторская его посвящена приливным эффектам высокочастотных сейсмических шумов в сейсмо-активном регионе. Это на основании опыта наблюдений на Камчатке. Вот через месяц будет защита докторской диссертации Баранова Сергея Владимировича. Теоретические основы оценки опасности сильных автошоков в землетрясении. Обе защиты проводятся в Московском государственном университете, очень авторитетная организация. Вот помимо того, что мы регистрируем землетрясения, делаем какие-то оценки, у нас большой спектр исследований направлен на изучение структуры земной поры верхней манки. И вот потенциал наших технологий, он очень широкий. Вот начиная от глубинного сейсмического зондирования, которое с успехом проводят наши филиалы в городе Новосибирске. Вот видите, приведен разрез земной коры на глубине 40 километров, по профилю, который отработан в Магаданской области, вот в этой части. И, значит, сибирские коллеги могут использовать как взрывные источники, так вот и такие вибраторы или группы вибраторов, чего, так сказать, в мире практически никто не делает. Большое количество широкополосных станций открывает возможности для изучения скоростного строения разреза вот по данным записи регистрации землетрясений. Вот наши камчатские коллеги выполнили такие исследования скоростного строения Камчатки и обнаружили, что северная часть Камчатки и центральная часть Камчатки, они имеют существенно различное строение. То есть на севере Камчатки земная кора всего лишь около 15 километров. Вот. В центральной части Камчатки она достаточно более мощная, до 30 километров. И, соответственно, уже вот мантии скорости в этих частях существенно различаются. Значит, есть технологии, которые позволяют изучать строение осадочного разреза. Это опять большой опыт таких работ в Новосибирске. Вот здесь присутствует Виктор Сергеевич Селеснев, который не один такой проект реализовал. Причем эти исследования выполняются речной модификацией. Речная сейсморазведка в Тюмени, где громадные территории болотистые, и там трудно выполнить работы. Благодаря вот такой речной технологии открывается возможность получения информации о глубинном строении осадочного чехла. Вот на глубину 10 километров тут по реке Енисей повышены вот такие данные. Это тоже, в общем-то, уникальные работы, которые в России больше никто не выполняет. Ну и, наконец, если требуется изучить строение самой верхней части разреза, это вот для инженерно-геологических целей. И тоже есть технология такая, которая базируется на использовании локальных реев, и можно, значит, вот получить разрез там на глубину 50-70 метров, причем достаточно детальный разрез. Значит, там анализируют, выделяются релеевские волны, определяется дисперсия скоростей, и потом эта дисперсионная кривая пересчитывается в разрез поперечных волн. То есть вот получаются такие разрезы интересные, которые позволяют, значит, получить представление, что там у нас на первых десятках метров является. Значит, геофизическая служба представляет собой уникальную организацию, это более тысячи сотрудников в разных регионах, которые вовлечены в решение различных практических задач, и поэтому в нашей организации накоплен уникальный опыт различных технологий для решения самых различных задач. Вот тут приведен такой перечень, где эти наши наработки могут быть использованы. Ну вот сейчас вот последние годы оказалось востребовано такое направление, как мониторинг поверхностных провалов. В России есть два региона, где эта проблема. Очень стоит, это вот один полуостров Ямал. Вот видите, одна из воронок, которая образовалась два года. Вот такие воронки там регулярно образуются. Вот рядышком, видите, озеро, это тоже другая воронка, которая раньше образовалась, заполнена. Вот сейчас есть небольшая сеть станций на Ямале, которая включилась в проблему изучения этих процессов и в далеком будущем прогнозирована. А вот на Западном Урале, в Пермском крае, вот такие воронки стали образовываться благодаря разработке уникального для России Ветхакамского месторождения калийных садей. Вот видите, в 1986 году вот такая воронка образовалась. Ну, она за пределами города, но над шахтным полем. Это 100 на 100 метров. Значит, тогда были сплошные вопросы, что это такое, как это. Ну, были установлены, значит, через 10 лет сейсмостанции, которые уже в 2007 году позволили, значит, уже сделать прогноз о территории, где возможно образование воронки. Вот, значит, воронка действительно тут появилась. Очень быстро приобрела гигантские размеры, но сейсмологи, значит, уже заблаговременно тут давали прогнозы. И вот тут, например, видите, железная дорога. Вот сразу же был дан прогноз о том, что физические процессы движутся в сторону железной дороги, поэтому ее надо срочно, значит, переносить. Ну, и, наконец, вот в 2015 году был очередной провал. И сейсмологи могли не только место указать этого провала. Ну, вот, видите, вот тут не надо быть большим ученым, чтобы сказать, где возможен провал. Вот, видите, провал тут это самое. Активизация в сентябре 2004 года, она точно показала. И, значит, когда через месяц изменился характер сейсмических сигналов, то есть низкочастотные сигналы сменились низкочастотными, стало понятно, что момент обрушения, он очень близок. И действительно, через три недели, значит, это обрушение произошло. И, во всяком случае, калийная горнодобывающая компания была очень довольна, потому что они получили почти двухмесячный интервал времени для того, чтобы подготовиться к этой аварийной ситуации, убрать там ценное оборудование, провести какое-то мероприятие. Вот наглядный пример того, как сейсмология может решать важные задачи с хорошей точностью, и тут присутствуют все элементы и прогнозирования, и оценка опасности. Ну вот, поскольку мы тут собрались для того, чтобы как-то выйти на какие-то, может, совместные проекты, вот сегодня зона вранчо уже, значит, упоминалась уже много раз, и вот, ну, у нас такое предложение есть. Значит, вот видите, на Кавказе мы сейчас имеем очень детальное наблюдение, и, значит, вот зонка такая, если прямоугольник вот этот выделить и построить глубинный разрез, то вот смотрите, глубинный разрез-то, значит, есть очаги верхней части разреза, а вот пошли очаги землетрясения на глубину до 170 километров. Это очень похоже на, так сказать, то, что в вранче, в первом приближении. И вот, конечно, сейчас у нас прекрасная сеть наблюдений здесь есть, значит, мы можем детально рассвеживать режимы, и я думаю, вот такой совместный проект по изучению совместного режима области вранча и, значит, вот этой зоны на Кавказе был бы очень интересен. Вот мы, так сказать, предлагаем в рамках нашего мероприятия обсудить возможности реализации, то есть тут, я думаю, и молдавские коллеги, может быть, специалисты из Умнии тоже примут участие, поскольку... Вот, ну, я думаю, в ходе наших докладов еще выявятся какие-то точки горячие, где мы могли бы вместе поработать. Вот. А так, спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, нет, времени уже совсем нет, поэтому вопроса докладчику задавать не будем. Спасибо, да. Следующий доклад, девочки. Игорь Никаара и он, наверное, совместно, совместно будете делать, да? Доклад называется «70 лет сейсмических наблюдений в Республике Молдове и текущее состояние и перспективы». Уважаемые коллеги, так получилось, что мероприятие школы проходит в 2019 году. В 2019 году в Республике Молдова одно из значительных событий – 70 лет с момента инструментальных наблюдений на территории Республики Молдова. Оно началось с создания центральной сейсмостанции в Кишиневе, откуда уже развилась наша национальная сеть наблюдений. И то те наши результаты, которые мы имеем в области сейсмического мониторинга и в области снижения сейсмического риска разработки карт сейсмического районирования и карт микросейсмического районирования. Тут уже неоднократно упоминалось раньше, я продолжу слова Алексея Александровича, но так сложилось, что мы расположены очень близко к вранче и постоянно ее чувствуем. И даже в преддверии данной школы, это упоминал и президент Академии науки, и советник президента, что мы проверяли, как мы готовы к сейсмическим событиям. И за предыдущую неделю их было два, действительно, одно с магнитудой 4,5 и другое с магнитудой 4,1. Такие более чувствительные события. Но вранче она постоянно активна. И на данном слайде вы видите очаги во вранче за период с 1984 года до 2006. И как они расположены в разрезе 3D самой зоны вранч. И мы, если находимся очень близко к вранч, то мы ее постоянно чувствуем. Но тут можно сразу выделить очаги глубинного залегания, которые представляют угрозу для очень большой территории, и коровые землетрясения, которые иногда происходят, в том числе и на территории Республики Молдова. Но они не представляют какую-либо угрозу для населения и для инфраструктуры. Могут только немножко напугать местных жителей. На данном слайде выделены ряд крупнейших землетрясений во вранче с периода 19-го, 20-го и также в 21-м веке, где мы можем выделить одно землетрясение с магнитудой в 6. В целом для 21-го века вранча относительно спокойно. Но, как упоминалось в приветственных словах, вранча не спит. И есть тот период в 36-37 лет, когда происходит одно крупное событие. И мы находимся в ожидании данного события. Пока оно откладывается, но это не значит, что его не будет. На данном слайде зафиксированы последствия ряда крупных землетрясений, а именно в 20-м веке, крупнейшее которое было в 40-м году, 10-го ноября. Было значительно разрушено многие строения в Кишиневе. И после этого было принято решение, что в Кишиневе нельзя строить высотные здания более двух этажей. Это сохранялось до 60-х годов. В 60-е годы были внедрены нормативы по сейсмическим укреплениям зданий, и уже этажность зданий возросла. Но также, возможно, вам известно, особенно люди более старшего поколения, о сильном землетрясении в Абранш в 1977 году, где очень сильно пострадал двух арест, но также были зафиксированы значительные повреждения и на территории Республики Молдова. В целом, ущерб этого землетрясения оценивается в нынешнем исчислении в порядке 1 миллиарда долларов. И это в целом территория с пострадавшими зданиями. Хорошо, что при этом землетрясении жертв на территории Республики Молдова не было зафиксировано. Также землетрясение 1986 года, при котором ущерб был гораздо больше ощутим на территории Республики Молдова, так как раньше всю свою энергию направило на северо-восток, и в большей степени мы почувствовали это землетрясение, чем Бухарест. Тут отмечены ряд сейсмических событий уже в 21 веке, с их наибольшей магнитудой. И вот одно землетрясение приведено на слайде, которое произошло в 2016 году. Его практически все почувствовали, и небольшие, если мы повреждения не фиксировали, но небольшие убытки в некоторых магазинах и складах были отмечены. Так как данная презентация посвящена в целом сейсмической службе, кроме ее развития внутри института, как изменялся статус института, так изменялся и статус сейсмослужбы. На данный момент в Республике Молдова происходит реформа сферы науки и инноваций. Если мы уже более или менее знаем, как будут финансироваться, начиная с 2020 года, исследовательские проекты, то, что подразумевает институционное финансирование, то есть непосредственно содержание инфраструктуры исследовательских организаций, в том числе сейсмической службы, у нас пока существуют вопросы. Мы это еще не знаем и даже не знаем, в какой степени это будет обеспечено, потому что то, что мы расположены близко к Вранче, это знают все. Может, некоторые забыли, но время от времени Вранче старается напомнить и встряхнуть некоторые мысли о том, что мы живем в спокойной зоне. Безусловно, сейсмическая служба должна иметь постоянное гарантированное финансирование и с возможностью какого-то развития. Мы желали бы, чтобы та служба, которая есть на данный период, имела постоянное финансирование для ее поддержки и при этом подавать какие-то попытки на конкурсы грантов для ее развития. Потому что у нас отмечается на севере территории республики ряд коровых землетрясений, при которых необходимо выделить одно в 88-м году, когда была зафиксирована магнитуда 4,2. Для коровых землетрясений в платформенной части это является выдающимся событием. И в последние годы с переходом всего оборудования на цифровое мы постоянно стали фиксировать локальную сейсмичность в северо-западной зоне. Что нам говорит о необходимости открытия дополнительной сейсмостанции в данной зоне и возможно установление специального режима наблюдения за водохранилищем Костерстынка, которое возможно является источником данной локальной сейсмичности. Но для этого нужны необходимые дополнительные исследования и также дополнительное финансирование, которое мы на данный момент еще не обладаем. Так как 70 лет сейсмической службы будет в конце года, но другого значимого события мы не будем проводить, мы решили объединить работы школы с теми основными мероприятиями, которые будут посвящены 70-летию службы. У нас, можно сказать, год 70-летия службы. И будем надеяться, что так как служба выполняла свои обязанности до сих пор, она с тем же успехом продолжит и в будущем, несмотря на все вызовы. Так как служба имеет свои технические особенности, я приглашаю Иона Ильича Ильеша для продолжения доклада, где будет уже специфическая техническая часть. И он много лет возглавляет сейсмическую службу. И в юбилей 70-летия он должен говорить о ней. Думаю, он верит. Спасибо. Значит, история сейсмической службы Республики Молдова началась после землетрясения 40-го года, которая была очень сильна, с большими разрушениями 1940-го года с магнитудой 7,4. Конечно, открытие первой станции Кишинев состоялось в конце 49-го года, и первая сейсмограмма получена 22 декабря. Вот мы тут представляем фотографию этой первой сейсмограммы. Конечно, в тот день не было землетрясения, но эта первая сейсмограмма для нас очень важна, потому что она была начальной сейсмограммой сейсмических наблюдений Республики Молдова. Естественно, мы отмечаем 22 декабря, но приглашаем вас в тот день побыть у нас. Мы, естественно, соорганизуем еще что-нибудь дополнительно, но в рамках нынешней школы это хорошо, что мы посвящаем, в том числе, и нашей истории службе. Здание, в котором располагала стация, находилось в центре города, на улице Штефана Чалмари. Сейчас она была переведена чуть выше, на улице Болгарской, подальше от центра, а позже еще в нынешнее место, где находится сегодняшняя сейсмическая станция. В районе телецентра. Существенную помощь в организации сейсмической службы в Молдове оказал профессор Саваренский, заделатель в Мологии, института физической земли, Академия наук России. И с 1957 года, в течение 10 лет, руководителем станции был Анатолий Васильевич Друмя. В начале наша сейсмическая станция входила в составе Молдавского филиала Академии наук. С 1970 года институт возглавлял Академию Друмя, после того, как был создан на базе института идеологии полезных ископаемых и опорная сейсмическая станция Кишнев, института идиотической идеологии. Основными задачами того времени направления института, которые развивались, было изучение землетрясений Карпатской, сейсмической зоны, сейсмическое районирование территории республики, геофизические исследования строения земной коры и ее современных движений, а также изучение биологии осадочных образований, условий образования и размещения полезных ископаемых. Значит, тут вот приведена фотография Юлия Владимировича Розниченко, который участвовал и часто посещал сейсмическую станцию Кишнев в те времена. Одни из первых публикаций, мы сделали фотографию, это 1968 года, новые данные по сейсмологии Молдавии. Тут директор института, член-корреспондент, последний академик, академия наук республики Молдавии, Анатолий Васильевич Друмин. С 1978 года открылась еще одна сейсмическая станция ближе к очагу, в районе города Кахун, но ближе к очагу, на расстоянии порядка 110-110 километров от сейсмического очага Вранча. Позже были открыты сейсмические станции Лёва, это уже северные, и на севере республики Молдова сейсмическая станция Сороки. Эти станции были открыты еще в связи с тем, что в 1977 году была создана опытная методическая партия в составе института геофизики и биологии, которая финансировалась в те времена из Министерства геологии СССР, и научное, и методическое руководство осуществлялось с институтом геологии и сейсмологии из Кишинева. Позже, в 1988 году, у нас была открыта еще одна станция в самой южной точке республики Молдова. Задача первая, в принципе, наблюдение за очагами землетрясения, включение гидрохимического, гидродинамического режима асфальтным и источников, изучение строения земной коры, организация сети сейсмических станций и полевых пунктов наблюдения. В нашей республике состоялись ряд симпозиум и научных конференций. Одна из первых – это было симпозиум по сейсмическому режиму в 1971 году. Тут вот приводим фотографии всех участников. В 1975 году состоялся симпозиум по сейсмическому районированию Балкана-Карпатского региона. Вот на этой фотографии. И позже, в 1981 году, было еще одно заседание, научная конференция по современным движениям земной коры, которое происходило в Тирасполе. Тут, значит, участники конференции и так далее посещали нашу сейсмическую станцию в те времена. И тут вот приводятся некоторые имена, в том числе Николай Виссарионович Шабалин был на нашей станции. Вот тут он проведен вправо, любовь-фотография. Были также сюда гостями нашей станции Буне, Чурки, Сагалова, Ананин, Укемичи и другие. И с 1986 года по 1990 год выпускался бюллетен сейсмопрагностических наблюдений западной зоны СССР. И сдавался в Кишинево. Значит, за цикл работ по выполнению микрореонирования микрореонирования города Кишинево в 1977 году после землетрясения с магнитуда 7,2 ряд сотрудников института была присуждена государственная премия Молдавской ССР под члены этой группы, которые работали. В те времена, значит, в 1978 году была открыта лаборатория инженерной сейсмологии, где были установлены три сейсмирские станции в зданиях, типичных зданиях для исследования поведения при землетрясении. Период с 1994 по 2000 год соответствует созданию и развитию сети станций как национальной сети, имеется в виду после развала Советского Союза. Недостаточно финансирование тех времен, значит, позволяло поддерживать работу станций с большими трудностями. В те времена у нас ввела только галеонометрическая регистрация. В 1995 году мы открыли еще одну станцию в Малой Мелеште, это недалеко от Кишинева на 15 километров расстояние, в известняковой шахте на глубине 60 метров. Первоначально эта станция работала в дождьем режиме, впоследствии мы ее модернизировали. Тут вот наш музей, надо отдать честь и дань этому оборудованию, потому что оно послужило для регистрации землетречения порядка 50 лет. После 2003 года, значит, развитие сети уже состоялось путем перехода на современную цифровую регистрацию и улучшение условий работы для персонала и строительство новых зданий для Семьевских станций. В 2004 году наш институт был принят членами Европейского Средиземноморского центра ЕМСКА. Позже, значит, в 2010 году мы начали модернизировать сейсмические станции уже новыми современными цифровыми оборудованиями. Значит, в настоящее время сеть сейсмические станции состоит из семи станций, расположенных в восьмибальной зоне три станции, в центральной части в семибальной расположены две станции, еще две расположены в северо-восточной части шестибальной зоны. Из всех наших станций вот тут только одна на глубине 60 метров, это Малая Мележская станция, и одна на 10 метров в Куркарах, в восточной части республики. Конечно, мы сталкивались в те времена с большими проблемами, особенно финансированием, и вот, когда были открыты новые проекты, в том числе мы участвовали в одном проекте НАТО, и нам впервые было, значит, оказано в рамках этого проекта сумма денег, из которых мы приобрели 9 цифровых акселерометров аэрометро фирмы «ГУРА» по НАТО'вскому проекту. В 99-м году у нас началось широкое сотрудничество с профильными учреждениями в соседней Румынии. Вот при землетрясении 90-го года, 30-го и 31-го мая, наши коллеги из Кишинева ездили в Бухаресте и, значит, оказались во время этого землетрясения в Бухаресте. Впоследствии стал обратный, имел обратный визит наших коллег из Румынии. Исходя из договора между государственной сотрудничеством Молдовы и Румынии, в 2005-м году у нас был проведен впервые линия интернет до сейсмологического центра в Кишиневе. В 2007-м году у нас заключен меморандум между Национальным институтом физики земли из Бухареста во главе с директором профессором Армуряном и наш институт, договор который был подписан в 2007-м году. Этот меморандум продлен еще на 10 лет в 2017-м году и он предусматривает установку использования сейсмологических приборов, обработку данных, обмен программами и научной информацией и, естественно, совместную публикацию результатов и обмен опытом. Наши коллеги из Румынии участвовали также в установке станций и так далее и оказали непосредственную подготовку и по обучению наших специалистов с новым цифровым оборудованием. Мы совместно с коллегами из Румынии и института физики земли из Бухареста создали в 2007-м году единую систему сейсмического мониторинга Румыния Республика Молдова которая включает сейсмические станции из Румынии и наши семь сейсмических станций из Кишнева. Тут проведены фотографии Центра Национального Центра Данных из Бухареста куда поступают наши данные от шести сейсмических станций работающих в реальном времени. Кроме этого 11 сейсмических станций из Румынии данные этих станций поступают в Центре Данных Кишнев который был открыт в 2010-м году в здании нашего института. Центр работает естественно современным оборудованием на основе сейсмического процесса Российском который оснащен современными средствами визуализации архивуации анализа сейсмических данных передачи приемной информации с использованием Сейском 3.2 программы Сейском 3.2 Полученные данные передаются в реальном времени по сети интернет в Институт в Бухаресте и также привлекаются для определения параметров землетрясений наряду с другими станциями из региона и предсоставление оперативных велик европейским центром МСК Тут вот приведены наш центр сейсмического мониторика центр данных на мониторах показано как записывается землетрясение приход первой волны фронта первой волны второй волны и так далее очень интересно работает концерт при землетрясения в 2004 году значит мы участвовали стали членами европейского центра МСК землетрясения в 2008 году благодаря нашей встрече с директором доктором Старчак Дмитрием на конференции в области по сусмичности северной Бразии значит после этого руководство международного центра значит зарегистрировали нас в нашу службу в международный реестр сейсмографических станций значит в прошлом году мы стали наша сеть была включена в Международную федерацию сетей цифровых сейсмографов ВДСН и где любая заинтересующая страна или если кто поцележдение может значит брать сейсмические записи нашей станции также мы участвуем через институт физики земли из Бухареста куда наши данные поступают участвуем в интегрированной архив европейский интегрированный архив данных ЕИДА кроме этого у нас хорошие отношения и держим передаем нашу физмологическую информацию кроме института физики земли из Бухареста естественно федеральный центр в Овниске мы этого не потеряли даже после развала Советского Союза мы постоянно передавали эти данные и обменивается данным и опытом наша участие в конференции об этом тоже говорит естественно с центром европейским центром международным центром куда мы поставляем сейсмологические бюллетни центр геофизического мониторинга из Беларуси институт сейсмологии геодинамики эсмическая станция Симферополис Украины национальный институт то есть институт станции сейсмическая станция Львов и естественно федеральный университет Горнадского из Крыма в настоящее время мы постоянно проводим мониторинг территории республики уже с цифровым современным цифровым сейсмических оборудований пополняется постоянно база данных цифровыми данными при землетрясении с магнитурой более 5 мы собираем данные макросейсмические данные и объявляем макросейсмический эффект и что еще у нас входит в обязанности нашей службы в течение двух минут после землетрясения мы обязаны оповещать Молдавскую железную дорогу чтобы во избежание аварий на дорожном транспорте чтобы они могли остановить движение по республике избежать эти аварии ну естественно у нас еще одна станция в Калуле еще по изучению поведения типичных зданий во время землетрясения конечно осталось с большими проблемами с оборудованием модернизацией эти станции но надеемся что со временем мы решим эти вопросы ну еще одна значит чем еще занимаемся антисейсмическое воспитание населения часто наш цепь посещает очень много студентов преподавателей со школ республики и в среднем году нас посещают порядка тысяч учащихся студентов преподавателей значит наша станция оборудована современным оборудованием в настоящее время у нас оборудовано 3,5 миллиона лей где-то значит сейчас я привожу сейсмическую станцию в Лево старое оборудование как мы работали и новое уже и после ремонта наших сейсмических станций как оно смотрится это на берегу пыта ближе 110-115 километров от вранчи Кагульская станция как в Кагуле значит тут она расположена в жилом доме но рядом в будках мы проводим измерения самая южная сейсмическая станция ближе Лештах нам удалось в 2005 году устроить новые здания и оборудована естественно современным аппаратурой сейсмическая станция Сороках находится в северной части республики на берегу берега Днестра оборудована также системное наблюдение Куантера и датчиков широкополосном и датчикам для сильных движений и Маломелетская станция которая распорожена глубине 60 метров это в винах галереях единственная самая большая галерея в республике Молдова она в книге Виниса даже входит и значит мы с 1995 года имеем станцию туда модернизировали ее в 2010 году новым оборудованием которое поставляли нам наши коллеги из Румынии 53 тысяч долларов и еще одна сейсмическая станция это в Пуркарах самая восточная тоже в новинный завод на глубине 10 метров также оборудована современным оборудованием такая стратегия это организация существующих наших станций открытие новой современной сейсмической станции особенно в северной участке республики где уже начинают последние 10 лет проявляться очень много слабых землетрясений модернизация увеличения надежности коммуникаций участки в региональных европейских сотрудницах и в обмене реального времени с другими центрами и задача первоскопенная стоит на сегодняшний день модернизация нашей сети и определение более точных параметров землетрясения обеспечении надежности автоматической регистрации передачи сборов данных значит новое решение позволит нашей сети более эффективно интегрироваться с другими региональными сетями для мониторника землетрясения мира в большом динамическом диапазоне большое вам спасибо и тут я представлю наиболее важные общие данные которые касались нашей сетьмитской службы первоначально было открытие сетьмитской станции реорганизации дальше в Молдавский филиал Академии наук потом на основе станции создался институт геологии потом было объединено и создана Молдавская опытная методическая партия после распада мы уже стали как бы национальной сетей и в 94-й год центр первый был переведен на бизнес-финансирование на основе конкурсов проектов конечно эта служба она имеет значение одно большое значение для государства она должна быть финансирована постоянно не на основе конкурсов проектов и вот последнее как говорил Игорь Николаевич Институт нас перевели уже в составе Мистерства образования культуры и науки что будет дальше в 2020 году не знаем как и не знаем когда будет сильнейшее землетрясение в нашем регионе спасибо за внимание коллеги мы немножко выбились из графика поэтому вопросы потом в рабочем порядке будем задавать следующий докладчик у нас Юрий Анатольевич виноградов пока он настраивается я скажу что на нашу школу подъезжают наши коллеги вот я вижу на заднем ряду у нас Леонид Зимаков который прибыл аж из Соединенных Штатов и представляет фирму какую я саму представляю Тримбл вот поэтому можно с ним будет общаться пожалуйста уважаемые коллеги добрый день предлагаю вам из теплой солнечной Молдавии перенестись на самый север нашей планеты и мой доклад посвящен перспективам и возможностям физической службы Российской Академии Наук по развитию исследований в Арктике ну собственно что такое Арктика вы наверное представляете это огромная территория это более 30 миллионов квадратных километров это северный Ледовитый океан и часть островов и примерно 40 процентов арктической территории это принадлежит Россию это зону ответственности Российской Федерации и соответственно то за что Россия отвечает и то что Россия может использовать и эксплуатировать ну почему такой сейчас в последнее время интерес в Арктике потому что в Арктике открыто достаточно большое количество различных месторождений полезных ископаемых сейчас выделяется 8 минерально-сырьевых центров в Арктической территории России вот Карелокольский полярно-уральский соответственно Новоземельский там полиметаллические руды обнаруженные будут разрабатываться немало таймырский норильский как мы знаем цветные металлы северо-якутский магаданский и чукотский это минерально-сырьевые округи тут написано где какие минералы в основном конечно много нерудных минералов цветных металлов золота и в районе Ямала Ненецких Ямала-Ненецкого автономного округа это месторождение углеводородов вот подробная карта Карского и Баренского моря можно видеть какое количество месторождений уже открыто и лицензировано что в Карском море и тут уже стоят несколько платформ что на территории Ямала очень большое количество нефтяных и в Паренцевом море тоже вот эти вот желтые это желтые даже не знаю не кружочки но в общем вот эти вот желтые кляксы это уже открытые месторождения поэтому сейчас Россия вкладывает огромные финансовые средства в развитие альбинарской территории в развитие инфраструктуры в Арктике и соответственно конечно геологическая служба тоже не должна оставаться в стороне да и не будет оставаться в стороне потому что мы здесь будем очень хорошо и сильно востребованы потому что любые такие добыча минеральных ресурсов и углеводородов требуют повышенного контроля с точки зрения сейсмичности потому что она нарушает геодинамический баланс разрабатываемой территории и приводит к негативным последствиям самым различным не буду перечислять здесь все ну и собственно для того чтобы Арктику естественно хорошо осваивать надо создавать транспортные артерии и большие очень большие надежды сейчас возлагаются на северный морской путь это значит транспортировка грузов через северный ледовитый океан который значительно сокращает и время перевозки и безопасность перевозки потому что не надо ходить вблизи Африки где пираты не надо подходить гибралтарский канал где пробки и много чего другого ну какие основные проблемы в Арктике конечно мы там не можем расставить устанавливать письмостанции на винных заводах в винных галереях потому что их там просто в принципе не существует это огромная и совершенно ненаселенная территория это отсутствие какой-либо инфраструктуры и прежде всего связи то есть связь только спутниковая потому что и то не очень надежная потому что еще пока спутники Ямал не выведены на все рабочие амбиты это очень редкая и очень дорогая транспортная доступность потому что надо использовать либо специальные корабли ледокольные либо вертолеты очень плохие условия погодные особенно очень сложные погодные условия для аппаратуры потому что холода морской воздух соленый разъемы контакта очень быстро выходят из строя аппаратуру приходится очень часто обслуживать и менять ну и конечно еще одна проблема это дикие животные и даже не так страшны как оказывается белые медведи как песцы потому что песцы очень любят грызть провода где бы они ни лежали они с огромным удовольствием это все грызут и естественно нарушают наши связи с оборудованием ну и конечно последняя проблема это очень строгие экологические законы и присутствие министерства обороны которое тоже заставляет немножко засекрещивать или ограничивать наши возможности ну и для того чтобы все эти проблемы решать надо объединять усилия различных организаций прежде всего транспортных организаций и организации международных для того чтобы в Арктике вообще достичь какого-либо успеха ну для того чтобы рассказать что же мы уже умеем делать в Арктике я расскажу как мы где что работаем вот на самом деле у нас всего 18 станций на всю арктическую территорию 4 филиала занимаются обслуживанием этой станции это прежде всего Кольский филиал у которого Кольский полуостров и Шпицберген это центральный филиал который отвечает за станции в Архангельске и на Ямале это Якульский филиал у которого есть станции в районе Тикси и Магаданский филиал который отвечает за Магаданскую область и Чикотку ну и вот такая слабая сеть всегда показывала что в общем-то сейсмичность в Арктике у нас очень и очень слабая то есть вот до 2008 года приводилась в основном карта сейсмичности Арктики которая показывает что вся сейсмичность сосредоточена вдоль серединно-атлантического хребта хребта Гакеля вот все и вся сейсмичность происходит здесь и больше ничего и события там с магнитудой 5-5,5 и не выше а других событий мы ничем не регистрируем потому что просто не было станции ну вот какие работы геофизическая служба проводила в Арктике вот показано на этом слайде я расскажу про то как работали на Шпицбергене как работает наша сеть на Ямале какие работы проводились вот на Таймыре и острове Грангеля и мастерике Елена вот ну соответственно почему Шпицбергене да почему эти работы проводились на Шпицбергене и в Кольском филиале потому что Шпицберген вообще уникальная территория во-первых он очень он расположен на 80-й широте это близко к полюсу один из ближайших островов к полюсу но с другой стороны он свободно экономическая зона он как бы находится под юрисдикцией Норвегии но это свободно экономическая зона куда можно ездить без виз туда налажено отличное транспортное сообщение летают три раза в день самолеты из Осло и из Тромса вот там очень хорошо развита инфраструктура есть несколько жилых поселков есть отличная спутниковая связь и в общем там там работы проводить очень комфортно и очень удобно плюс в содружестве с международными партнерами более 20 стран там проводят свои исследования чем интересен Шпицбергене на нем расположено более 100 подвижных ледников вот как-то из ледников представлено видите все закрыто ледниками вот два самых крупных расположены на севере и центральной части Шпицбергена вот такая сеть там действует международных сейсмических станций то есть там работают как норвежские так и Айрис станции стоит польская станция и две наших сейсмно-инфросовоковых группы это не просто сейсмическая станция это сейсмические станции которые укомплектованы еще дополнительно тремя инфразвуковыми микрофонами вот они здесь показаны как расположены что позволяет нам регистрировать сигналы не только в литосфере но и сигналы распространяющиеся в атмосфере для чего мы это делаем я сейчас покажу ну и вот интерес нас к Шпицбергену был привлечен очень сильно после того как мы обнаружили вот построили вот такой вот график значит количество землетрясений за 17 лет с 1998 тогда за 13 лет по 2011 и обнаружили что на самом деле фейсмические события имеют совершенно четкую периодичность которая равна одному году и причем эта периодичность выявляется на событиях только с магнитудой которые лежат в диапазоне от 1 до 2 и 2 а на более сильной такой периодичности нет с чем это связано мы решили подумать вот видно график температуры и вот график количества сейсмических событий каждый день который пересчитан уже методом наложения эпох средний за 13 лет и видно что когда повышается температура с задержкой через 2 месяца увеличивается количество сейсмических событий естественно мы предположили что это как-то связано с температурными особенностями а кроме ледников там ничего нет а мы предположили что эти слабые сейсмические события вызваны ледниками такая же история и с инфразвуковыми событиями то есть видно что в обычные месяцы инфразвуковых событий практически нет а в августе сентябре это количество возрастает многократно ну вот мы предположили что это вызвано с такими-то процессами в три асфере и скорее всего после подстаивания льда в теплый период начинаются подвижки активные подвижки ледников и это вызывает и сейсмические инфразвуковые события как это выглядит в принципе на ледниках различают три вида воздействия которые происходят на ледниках это каллинг это отрыв айсбергов от края ледника и падение их моря и при этих процессах происходят очень сильные мы считаем сейсмические события и импульсно-инфразвуковой сигнал вызванный именно отрывом айсбергов есть так называемый привайдинг это чисто растрестивание ледников перед его подвижкой когда начинается и тут сейсмических событий практически не регистрируется но зато регистрируется огромное количество инфразвуковой и мы видели это на предыдущем слайде и есть так называемый суржинг это подвижка ледника по основанию когда он двигается и тогда естественно он называет в основном сильные сейсмические события вот такие процессы присутствуют и мы стали определять вот за один год мы построили карту этих сейсмических событий и видно что сейсмические события без инфразвука в основном на теле ледников в середине ледников а сейсмические события сейсм прозвуком в основном концентрируются на краях вот ну вот естественно на таких близких расстояниях события достаточно слабые мы задали с целью найти а можно ли эти отрывы айсбергов и отколы айсбергов регистрировать и на больших расстояниях ну и применив автокорреляционный метод анализа мы обнаружили некоторое событие на новой земле которое произошло в 2010 году имело магнитуду 424 детальная локализация этого события показала что она находится на крае новой земли на северном побережье мы запросили данные спутникового центра планеты и вот за два дня до землетрясения вот видим фотографии со спутника видите чистое море ничего нет а вот через один день после землетрясения вот здесь появились плавающие льды вот это увеличение и центр планеты нам дал сообщение что обнаружено три айсберга максимальный имеет размер 800 метров на 4 километра и его вес порядка 150 миллиардов миллионов тонн ну дальше мы стали применять методы автоматической локации который разработан был тоже в польском филиале и обнаружили достаточно большое количество слабой рассеянной сейсмичности которая расположена вот в Варенцевом море вот эти слабые события имеют тоже магнитуду 2 1,7 1,8 ну очень сильные не сильные очень слабые события но все они зарегистрированы как минимум двумя станциями то есть это совершенно реальные события которые детектор начинает брать и с чем же могут быть вызваны события которые происходят в море ну вот как оказалось что достаточно часто в море и в северной Атлантике происходят выбросы газа вот к чему это может привести такие опасные выбросы газа это разрушение газогидратного слоя вот например выброс газа рядом с нефтяной платформой привел их к ее разрушению практически полному а вот фотография на самом деле это воронка на дне моря которая вызвана выбросом газа именно в этой воронке расположено судно которое затонуло потому что когда выбрасывается газ плотность воды уменьшается примерно в 2-2,5 раза над выбросом этого газа и соответственно судно теряет свою устойчивость и притонет и как оказывается такие факторы есть я думаю что таких факторов еще достаточно много ну что такое собственно газогидрат это газ сконцентрированный зажатый во льду который при расширении увеличивает свой объем примерно в 200-300 раз и соответственно вызывает вот такой вот взрывной эффект собственно таких залежей газогидратов про них долго не говорили и никто не изучал но вот последние исследования показывают что вот вдоль всего Северного Ледовитого океана такие газы газогидратов подводные существуют и на земле на территории поверхности суши тоже есть эти залежи газогидратов и их проявления мы иногда очень хорошо видим Алексей Саныч уже показывал там фотографию вот снимок например подземных дна Баренцева моря и видно какое количество огромное вот этих вот воронок которые некоторые достаточно свежие некоторые уже подзаросли которым уже несколько десятков а может и сотен лет но такие процессы сейчас происходят постоянно эти выбросы происходят и судя по всему сейсмическими методами мы их можем наблюдать ну вот на территории Ямала это вот космический снимок мы видим вот огромное количество вот таких вот круглых озер которым тоже уже по нескольку десятков а то и сотен лет и в последнее время за последние годы вот такие вот воронки стали образовываться с периодичностью 5-6 воронок в год их уже обнаруживают местные жители их видят это конечно очень опасный эффект и для того чтобы это контролировать мы на Ямале установили сеть станций для того чтобы контролировать полуостров Ямала зону активного развития нефтяных месторождений поставили три станции с обеда Харасавей и Баваненкова для того чтобы пытаться что-то там изучить и не прошло и трех месяцев как произошло характерное событие вот образовалась вот такая воронка которую видели жители это вид с вертолета вот она поперечники то есть это порядка 80 метров поперечники выбросы видите огромное количество льда глыбы по несколько тонн выброшены на 3 на 4 до 12 метров они разлетались естественно наши сейсмические станции это событие зарегистрировали правда всего две станции вот результат локации он попал примерно в то место где и в общем-то это событие произошло что в общем-то для всего двух станций совсем неплохой результат такие же события вот за 2018 год вот результаты сети работы сети на Ямале мы видим большое количество сейсмических событий они регистрируют вблизи станции это скорее всего техногенные но вот такие вот события которые кстати зарегистрированы всеми тремя станциями в центре полуострова и на Таймыре это вот они тоже скорее всего мы считаем что это новые воронки причем вот одна из них вот эта вот воронка она уже подтверждена ее обследовали и в этом месте нашли вот так выглядят сейсмические сигналы вот так они хорошо лоцируются в одну точку по трем станциям то есть мы считаем что сейсмическими методами мы теперь можем регистрировать такие события а если бы у нас там еще стояли инфразвуковые станции то конечно выброс в атмосферу гораздо больше и локация была бы еще более точной и мы более слабые события наверное бы регистрировали поэтому в следующем году мы планируем установить там инфразвуковые станции рядом с сейсмикой и контролировать этот процесс коротко расскажу о работах которые проводились в арктической восточной Арктике это камчатский филиал в 2016-2017 году они проводили работы вокруг моря Лаптево по контролю слабой сейсмичности было расставлено несколько сейсмических станций вот на таймыре на острове Котельном и на острове Врангеля это был очень большой опыт потому что мы смогли испытать технологии установки этих станций в арктических сложных арктических условиях было разработано специальные ящики для хранения утепления батареи которые могли выдерживать более года работы вот так эти работы проводились на вертолете залетали устанавливали все а потом через год эти данные снимали и соответственно были получены новые результаты и в общем-то слабо сейсмичный регион в районе моря Лаптево вот здесь оказался достаточно активно сейсмичным такие же работы ну вот так вот это оборудование проходило тестирование видите то есть дикие звери любят они очень интересуются ну в общем Камчатка обычно привыкла к бурым медведям тут они испытали что такое белые чем буры отличаются я не знаю Данила Рикторович может когда-нибудь расскажет свои наблюдения но это потом ну и так же мы проводили работы то есть якутский филиал совместно с немецкими исследователями проводит уже достаточно долго работы по изучению слабой сейсмичности в устье реки Лена тоже расставляется профиля из временных сейсмических станций тоже достаточно сложная работа достаточно дорогостоящие надо использовать и вездеходы и вертолеты и корабли полейни чтобы ходить и по морю то есть это все очень достаточно такие непростые работы но все оборудование достаточно хорошо работает и вот результаты вот видны на этом слайде то есть выделено у них порядка 725 событий за один год выделяется и достаточно события слабые то есть с магнитудой максимум 3,5 ну и в заключении хочу сказать чтобы уже на вас не как у нас кофе-брейк должен начаться да что конечно работы в Арктике они очень непросты и уровень сейсмической опасности в Арктике он был очень сильно недооценен и в последнее время мы устанавливая новые станции это очень хорошо видим естественно мы геологическая служба сейчас имеет очень хороший уровень компетенции для того чтобы проводить хорошие исследования в Арктике то есть мы уже знаем как надо ставить оборудование какой тип оборудования надо ставить как эксплуатировать как организовывать связь как получать данные как обрабатывать и даже кому представлять и продавать что тоже немаловажно ну и конечно надо принимать во внимание то что в Арктике в связи с глубоким ее освоением на самом деле существуют совсем другие уровни опасности хоть и не связаны с тектоническими землетрясениями но вот связаны с таким опасностям как выбросы газогидратов ну и альфинговая опасность которую тоже очень сильно недооценят ну и конечно у нас есть возможность мониторить инструктивные процессы в креоликосфере используя как сейсмические так и инфозвуковые методы наблюдения ну и для того чтобы территорию Арктики изучать хорошо и последовательно конечно надо активно развивать международное сотрудничество вот здесь вот слайд здесь мы с коллегами из Норвегии в Бергене вот в общем совместно изучаем уровень техногенной сейсмичности на архипелаге Швистберген поэтому спасибо за внимание коллеги давайте один вопрос если кого-то архипелаге интересует так есть желающие кушать надо что это белый да спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо за внимание Продолжение следует...